Психологии интересного разного много, а с вами Серёга. Как обычно, при фаером лайк за рифму. И это уже четвёртый выпуск психологических портретов, и сегодня мы будем разбирать 3к Аверагу и медальку Легенд. Сразу же скажу, что если вы смотрите этот видос без подписки, то я обижаюсь, поэтому, пожалуйста, подпишитесь на канал, потому что, как показывает статистика на ютубе, больше половины зрителей именно этой рубрики смотрят мои видосы без подписки, так что давайте, там кнопочку просто нажали, мне приятно, вам ничего не стоит. Сначала немножечко расскажу про 3к Аверагу, потому что для меня эта Аверага одна из самых родных. На Авераге в 3к Авераге я просидел большую часть своей активной дота 2 жизни. Это было ещё до введения этих медалек ранговых, в общем, не было этих Легенд, Стражей, Дивайнов, ничего такого. Это был год, по-моему, 14-й, 15-й, 16-й. Именно поэтому я не могу не поделиться с вами своей маленькой историей. Я откалибровал тогда АК на 3000 и очень долго плавал в районе плюс-минус 500 ммр. Это был мой потолок. Я много играл в пати с друзьями, не все из них были жёсткими трайхардерами, и зачастую я сливал ПТСы просто потому, что играл в Фуфан, Пике, Пуджа или Братрума. Вот, кстати, статистика на них с того самого аккаунта. Сразу видно классический руинер в вашей тиме. Чтобы апнуться, мне тогда помогли 3 вещи. Во-первых, тогда впервые появилась игра по ролям. Её, кажется, получили все, кто купил компендиум или что-то подобное. И теперь не нужно было бороться за третью позицию. Да, тогда я на саппортах практически не играл и вообще не понимал, что на них надо делать. Во-вторых, я отказался почти целиком от игры в пати. Понимая, что если я хочу апнуть ПТСы, это не значит, что все, кто сидит в моём пати, тоже этого хотят. Ну и в-третьих, я начал мейнить огненную птицу. А в тогдашней доте 2 можно было иметь пул из одного героя, и если ты мог нажать кнопки правильно и знал все фишки героя, то это давало тебе колоссальное преимущество над оппонентом. Помню, что тогда я прошёл первую рекалибровку со статой 9.1, все сыгранные на тройке птицы, и впервые апнул 3800 ммр. Для меня тогдашнего это был предел мечтаний. А знаешь, что ещё может быть пределом мечтаний? Это получить хэллоуинский гримуар на сайте Epic Loot не за 500 рублей, а совершенно бесплатно. Для этого нужно всего лишь перейти по моей ссылке в закреплённом комментарии. По своей сути, гримуар это тот же самый боевой пропуск. За выполнение 15 последовательных заданий в этой книжке ты получишь себе гарантированную аркану. Также на сайте есть система предсказаний на самые страшные катки в доте. Просто выбираешь победителя, основываясь на пике, попадаешь в топ предсказателей и гарантированно получаешь скины на любимых персонажей. Ну и разумеется, куда же без свежих 10 тематических кейсов. А чтобы с кайфом их пооткрывать, вот вам мой промокод Серёга, который даст 15% к пополнению депозита. Кстати, вот такие шмотки я выбил из призрачного кейса за 59 рублей. Все ссылки и промокод вы найдёте в закреплённом комменте, а мы поехали составлять психологический портрет легенд. Мне запомнилась эта Аверага как какой-то переходный пункт между неплохими игроками, которые немножко понимают игру, но не хотят трайхардить, и игроками, которые прям усиленно работают над своим скиллом, чтобы апаться дальше. Время прошло, дота поменялась и игра стала уже совсем другой. Сейчас 3К ММР и медалька легенд это совсем иной рейтинг. Тут можно встретить и суперскилловых игроков, которые раньше имели 5-6К ММР, и тех, кто недавно откалибровал 2К и сейчас постепенно апается, и людей, которые живут на этом рейтинге уже много лет и просто на автоматизме жмут кнопку поиска. Короче говоря, легенды это совсем другой рейтинг, как в плане геймплея, так и в плане людей, которые тут играют. Сразу скажу, что информацию для этого ролика было собирать куда сложнее, чем для предыдущих, потому что игроки на легендах, в отличие от 1-2К ММР бойцов, настолько неохотно со мной общались, что я практически из половины игр не вычинял вообще никакой информации. Для этого ролика я сыграл примерно 20-25 пабликов на аккаунте в 300 ММР, на аккаунте в 3300 ММР и на аккаунте в 3600, ну чтобы был хотя бы какой-то разброс. И примерно 10 из этих игр я сыграл по сути просто так, потому что в этих играх я вот слышал примерно пару фраз от тиммейтов и пару сообщений в чате прочитал, и все. Так вот, обычно при создании психологических портретов я оценивал две вещи. То, что говорили мне игроки в формате интервью, и сами по себе игровые ситуации, то, как игроки реагируют на негативные и позитивные сценарии, какие решения принимают в сложных ситуациях и так далее. В этом выпуске, в силу вышеописанных обстоятельств, пришлось в большей степени опираться как раз на эти самые игровые ситуации. Ранг легенда это своего рода чистилище. Сюда отправляются почти все игроки, имевшие когда-то 4-5к ПТС, но не нашедшие должного времени или желания потеть и апать ПТСы. Парни, у вас когда-нибудь было там 4 тысячи ПТС, 5 тысяч? Пустим. Конечно, проебанное. Сколько было максимум? 5-300. Энигма, хорошо, на четверке играешь, сколько у тебя максимум было ПТСов? Бля, заебалей. 5-200, и потом я 2 года не играл. И в отличие от совсем лоу ММР, где мне каждый говорил, что имел 5 тысяч ПТС, тут игроки преимущественно говорят правду. Причем я не получал другого ответа в принципе. Все чуваки, которые имеют возможность разговаривать на этом рейтинге, когда-то имели ПТС выше. И это очень важная особенность, запомните это на будущее. Пока я это говорю, перед вами статистика игроков, с которыми я попадался. В предыдущих калибровочных сезонах они правда имели и властеринов, и дивайнов. И скажу так, оценивая их способность жать кнопки, я вполне себе в это верю. Почти каждый игрок на этой овераге может хорошо нажать кнопки, умеет плюс-минус бить крипов и занимать какую-то позиционку в драке. Конечно, за вас почти в каждой игре будет условный Вич Доктор со статой 2.14, который не юзает войс, иногда пингует на тиммейтов, и он тоже когда-то имел вот такой вот солидный для кого-то рейтинг. Так что забегая вперед, если вы думаете, что апнитесь с 1000 до 3 и вам не будут попадаться руинеры, то нет, они еще как будут попадаться, в каждой игре как минимум по одной штуке. Игра на легендах это такие эмоциональные качели. Тут люди могут спокойно флеймить друг друга и обсуждать ошибки в течение игры. И не сказать бы, что это приносит какую-то пользу, но в целом я не привык к такому тону. Даже если кто-то откровенно заруинил игру, ему об этом скажут, но без лишней траты своего эмоционального ресурса. Ебать, пиздец. Мы просто проебали хули. Хорошо. Это был байт фантастический. Вот если бы такой момент с рейтингом случился на 2к или, скажем, 4к ПТС, этого рейтинга сразу бы повели в кино вместе с его мамой, сестрой и потенциальной дочерью. А тут все обошлось парой слов и даже без матерных выражений. Но при этом иногда у тех же самых игроков вылезает их настоящая сущность, по всей видимости в виде гномика. И они могут вылить на тиммейта классическое ведро токсичной жижи. Мы делаем для тебя спейс, чтоб ты бил крипов. Нахуй бить. Да, как вся из-за смотки на фармерс придешь. В чем проблема, игрок? Иди, блядь, бей крипов, блядь. Мы на тебя надеемся, долбоеб. Парень, что-то от вас очень много негатива. Не-не-не-не, мы не негативны. Да ладно, там чел ошибся просто, че вы его так накинули сразу. Все хорошо. При этом за 20 с лишним сыгранных игр я услышал подобных рейджей всего 2 или 3. Пытаясь объяснить это самому себе, я предположил, что у игроков здесь просто есть режим экономии своих сил. Исходя из прошлого пункта, большинство игроков здесь повидали уже много на своих разных оверагах. Когда-то они играли на победу и апали ПТС, и сейчас же они просто проводят время и понимают, что рейдж на тиммейта это абсолютно бесполезная трата своего ресурса, которая ни к чему не приводит. Да, здесь по-прежнему вам могут в негативной форме сказать, что вы бездарь, если вы сделали что-то не так. Но тут очень редко можно услышать вот такой вот какой-нибудь диалог. Было бы еще лучше, если бы в соло стоял, не приходил бы морф, еще больше бы убил бы там. Вероятно, самая позитивная психологическая категория на 3К ММР это локус контроля, он же принятие ответственности за свои ошибки. Практически ни на одной овераге я не встречал такого количества извинений за свои фейлы от тиммейтов. Вообще нигде их не видно, аккуратно. Поможем вот. Там какая-то ебка происходит. Тру поймали. Все вот. Ладно. Не знаю, два раза за игру вот просто сдох как конченный. Сорян. Если игрок в вашей тимме налажал, ему хватило когнитивных способностей для осознания того, что источник ошибки он сам, то он либо скажет элементарное ссоре в чат, либо пошутит сам над собой. При этом есть вторая категория людей. Помните, в начале я сказал, что общаться было сложно, потому что половина игроков здесь не разговаривает. Так вот, эта категория особые корплееры. Я так и не понял, чем качественно они отличаются от остальных, но со стороны они выглядят как типичные за xc фонг трайхардеры, которые кинули всех волнут с нулевой и только изредка пишут что-то в чат. И никогда не используют войс. Чаще всего эти игроки сидят на первой позиции, и их основная задача написать вам, что вы все проиграли им игру, когда ваш трон падает. За меня попадались такие игроки через раз, а я по своему обыкновению почти в каждой игре играл на пятерке, и лайн с такими корнями был всегда просто сущим адом. Они не слушают инфу про отводы, не смотрят на миникарту, они просто сидят в наушниках и под музыку долбят крипов. Вот например руса, который не может дождаться пулы и просто умирает. Даже верю, что я пулю крипов. Ты же не можешь здесь фармить никак. Ну и разумеется в его смерти потом виноват я, очевидно. Ну или другая игра, где благодаря моим стараниям, кстати лайн тут выиграть за пятерку очень просто, я чуть позже об этом скажу. Так вот, Terrorblade стоит в фри линию. Он имеет топ-1 отворца всю игру, но пару раз неправильно заходит в драку, отдает преимущество и мы закономерно проигрываем. Ну и вот что мы получаем от него по итогу. Какую ситуацию можно подытожить? Подавляющее большинство игроков здесь обладают интернальным локусом контроля. Если очевидная ошибка допущена, то за нее обязательно кто-то возьмет ответственность. Здесь почти никто не ноет про то, как сложно апать по ТС, потому что чаще всего здешние игроки когда-то давно и мечтали апнуть себе рейтинг. Но уже очень многое повидали, пощупали и для них циферка в профиле ничего особо не значит. Ну и есть еще небольшая вот эта прослойка поза 1 плееров 1 vs 9. Классические экстерналы. Если ты дал им фри линию, то это не твоя заслуга, а просто они гений лайнинга. Если игра проиграна, то это все тим из-за руинила, гг можно регать next. Эту категорию было довольно трудно доподлинно изучить, потому что на этой овераге, ну очень редко люди начинают прям откровенно предъявлять друг другу за фейлы. Но когда это случается, можно наблюдать довольно уникальную реакцию. Этот механизм носит название самоограничение. По сути, это адаптация к сложностям, в которых ты осознаешь себя недостаточно сильным или компетентным для решения задачи. Фраза «мы не роботы» очень хорошо характеризует данную позицию. Легенды доты понимают, что они люди, им свойственны ошибки. Они адекватно оценивают свой скилл и понимают, что не могут сделать больше, чем им позволяет их персональный скилл. Но интересен не столько сам по себе этот механизм защиты, сколько его коллективное функционирование. Если вы допускаете ошибку, вас вполне могут поддержать тиммейты, сказав, что ошибаться это вполне себе нормально. Я продолжаю думать, что действие должно совершиться, блядь. Парни, и ноль претензий вообще, молодцы все. Окей. Честно, о причине такого феномена можно только догадываться. Я объяснил себе это таким образом. Среднестатистический 3К игрок осознает, где он плох и где он недоигрывает. И он не очень хочет слышать от тиммейта претензий к своему геймплею. Именно поэтому использование вот этого самоограничения в качестве психологической защиты как бы снимает с тебя ответственность. Ты говоришь, мой тиммейт не робот, он может совершать ошибки. А это значит, что и я сам не робот, я тоже могу совершать ошибки. Поэтому не требуйте от меня невозможного. Я просто играю в меру своих, как бы, возможностей и способностей. Это предположение вполне себе стакается с моим утверждением о том, что люди на 3К не любят растрачивать свой эмоциональный ресурс попусту. Проще поддержать тиммейта после ошибки, нежели разводить холивар и тратить на это свои эмоции. Вот тут мы добрались до самого важного. Эту категорию я очень долго пытался обобщить и понять, в чем же тут дело. Из предыдущих пунктов складывается довольно красивая такая позитивная картинка. На 3К играют в большинстве своем эмоционально стабильные люди. Они не ищут виноватого, признают ошибки и в целом неплохо жмут кнопки. Но почему так много игроков, сидевших раньше на рапирах и властелинах, опять спустились на оверагу в 3-3500 ммр? Да что уж говорить, я, сыграв 15 игр на пятой позиции, проиграл добрую половину. Хотя у меня чуть больше понимания игры и кнопки я жму немножечко лучше. Но из игры в игру наступал момент, когда я со своим нетворсом, как у вражеской тройки, и завардившей всю карту, все равно не могу выиграть на пятой позиции. Я даже в какой-то момент отчаялся и попросил своего 4к ммр кореша сыграть со мной игру в пати на этой овераге. Несмотря на то, что он старался мимикрировать под здешних игроков и пару раз прыгал один в пятерых и тупо фидел, мы все равно выиграли эту игру без шансов. Сначала победив линию в салат, а потом закономерно пофармив и сломав трон. Так я доказал себе, что проблема не в моей игре на пятой позиции. Так вот, вернемся к паттерну поведения. Я назвал его так. Лучше нажать кнопки, чем не нажать. Это характеризует весь геймплей на 3к ПТС. Тут ваш кэрри может безосновательно прийти в драку, вместо того, чтобы пользоваться спейсом и фармить. Потому что лучше нажать кнопки, чем не нажать. Или нужно, например, потратить спелл не на эскейп, а для того, чтобы напидеть вместе со своим мидером. Ведь лучше нажать кнопку, чем ее не нажать. Или можно использовать свежекупленный аганимф в 5 оппонентов. Ведь опять же, лучше нажать кнопку, чем ее не нажать. При этом желание игроков на 3к ММР сделать что-то на карте обычно продиктовано ничем. Если выйти во врагов, то просто зайти на вражескую территорию. Вот моя команда просто так забегает в тройку под вражеский вижен, а когда я им об этом говорю, уже поздно, так как ключевые способности мы потратили. Если, например, хочется зайти на Рошана, то просто нужно на него идти. Неважно, есть ли у вас ключевые способности для этого или живой герой. Вы просто должны бить Рошана. Можем, там нету героев. Ебать, ну. Когда ты хочешь пойти? У нас есть 2 опции, в Рошана или пушить топ. Все. Мы можем в Рошана идти, похуй, вот. Ну так заходи, у тебя, ну ты же... А, ты без... Не, без экзорцизма, не сломай его. Я что ли буду бить? Так мы не сломаем его без... Я один не убью. Так я тебе и говорю, без экзорцизма мы его не убьем. У нас нет демеджа по Рошану. Или вот из той же самой игры можно услышать вот такой вот кол. У нас все кнопки есть, мы можем что-то сделать? Ну нет, да, да, в банке вообще ноль желания драться с таким героем. И в этом вся суть игры на 3К ММР. Мы можем что-то сделать. Это та фраза, которую вы будете слышать очень часто от игроков, которые пользуются войс-чатом. Или вот еще Энигма, которая просто колет драку, но не может элементарно увидеть кулдаун на способности тиммейта. Или есть еще другая сторона медали, это так называемая гипертрофия колов. Это когда игрок настолько хочет не быть АФК, что комментирует каждое даже самое очевидное действие. Игроки здесь не хотят быть. Они понимают, что любую секунду на карте нужно применять с пользой. Но на этом их идея обрывается. Когнитивное усилие не идет дальше. И никто не понимает, что условно за радиент профитнее, например, занять вражеский большой лес, нежели вражескую тройку. Так как можно выходить раньше там на Рошана и контролировать вражеское т2. В топе нет. Нужно просто пойти без смоков во вражескую тройку под вижен и там нафидить. Потому что главное не быть АФК. Тут есть просто колл. Пойти вперед. Разбить смока в ноу-вижен, занять рандомную точку на карте или задефать рандомный объектив, который ничего не дает. Важно просто что-то сделать. В сознании 3К игрока, если ты что-то делаешь, причем абсолютно что угодно, значит ты не АФК. А если ты не АФК, значит ты не бесполезен. В какой-то момент в одной из игр я наконец задал вопрос, а почему я никогда не слышу конкретных коллов по игре? В особенности от кор героев, почему я слышу просто какие-то абстрактные непонятные вещи. И наконец я получил относительно удовлетворительный для себя ответ. Парни, вот это то, что мы так проебываем Рошана каждый раз, такой пиздец. Ну потому что никто ничего не колет, все молчат. Тяжело так играть. Я не тащу игру, это основная поведенческая установка легенд. А если к этому приплюсовать этот особый архетип молчунов на первой позиции, все окончательно встает на свои места и пазл складывается. Почему легенда раньше играла на 4.5к ПТС, но не смогла там удержаться? Почему в игре по большей части, как и на других лоу ПТСах происходит хаос, совершенно рандомные драки, бессмысленные выходы в смоках и так далее? Потому что никто не может тащить. Здесь нету субъективно сильных исполнителей на корах, которые понимают силы своего героя в каждый отдельный момент времени. Да, люди здесь умеют жать кнопки, понимают скиллы героев, умеют неплохо фармить, но они не соло исполнители. Если вы посмотрите стрим любого хайпа ТС игрока на абсолютно любой позиции, то вы заметите, что в большинстве своем почти каждый из них в отдельный момент времени может взять игру на себя. Условно, Етора взял топ-1 региона не потому, что он робот и не допускает ошибок, потому что он просто всегда говорит, когда он сильный и когда он готов подраться. А главное, за что на карте он собирается драться. На легендах почти никогда нельзя услышать конкретный колл на конкретный объектив или конкретный таргет на карте. Есть просто желание проявить активность и не быть АФК. Но все это желание сопряжено с полным отсутствием конкретной инициативы по игре. А что же до тех пацанов, которые сидят в улмуте и фармят крипов? Вот как раз такие игроки это субъективные соло исполнялы. В их субъективном мире они тащат игру и все черви вокруг даже не достойны слушать их коллы. Пусть сами догадаются, что нужно делать на карте. Именно поэтому на этой Авераге мне было так сложно играть на пятерке. Мало того, что ты должен контролить карту, вардить, сейвить своих пацанов, так еще ты должен следить за пиками силы своих коров, чтобы в нужный момент их направлять. Потому что они сами, как сказал Эмбир Спирит, не чувствуют свою силу. Они не понимают, когда у них есть критическая масса и вообще, что это за понятие. Они это не используют и не знают, зачем это нужно. По моему субъективному опыту Аверагов 3К ММР это такой паблик на дивайнах, на минималках. Все так же неплохо, жмут кнопки, играют активно, но за одним исключением. На условных 5500 ММР вам встретится кор, который возьмет игру на себя. И вы на саппорте можете сыграть вокруг него. На 3К ММР вы все так же играете сами по себе. Хотите выиграть тимфайт? Бейте крипов, зарабатывайте деньги, ставьте вижен, кольте команду на драку под этим самым виженом. А еще за ранее купите смока и разбейте их, потому что вряд ли кто-то первый проявит инициативу и сделает это за вас. Какой итоговый портрет 3000 ММР игрока у меня складывается? По факту, с эмоциональной и поведенческой точки зрения, это очень, скажем так, позитивные люди. Они довольно редко негативят, они практически никогда не стоят в АФК режиме. Они хотят активных действий и какого-то развития сюжета по карте. С точки зрения локуса контроля, большинство игроков обладают интернальным локусом. Они готовы принимать свои ошибки, они готовы принимать ответственность за действия на карте. И они в целом адекватно оценивают свои скиллы и свои способности. Здесь вы очень редко встретите классического подпиваса. Здесь каждый игрок играет, чтобы победить. Но победить не для того, чтобы апнуть ПТС, а победить, чтобы просто получить удовлетворение от процесса. Главной особенностью легенд, которую я не встречал на остальных рейтингах, это абсолютная безинициативность. Здесь никто не берет игру на себя. Здесь вы никогда не встретите условную четверку, которая загангает всю карту и будет бесконечно колить, куда вам приходить, какой объектив забирать. Вы никогда не услышите от своего кора фразу, что я сейчас сильный и нам нужно подраться, а потом выйти в Рошана. Нет, здесь все играют в общий такой не АФК тимплей. Мы просто командно идем по карте и делаем просто хаотичную фигню. Вот такой вот получился психологический портрет легенд. Честно, мне было самому очень интересно все это анализировать и понимать, почему это так происходит. Почему относительно скилловые игроки сидят в таком же ловом МР болоте и не апаются дальше. Ну и свой ответ я вам сказал. Возможно, это не так. Опять же, это мое субъективное мнение, которое я основываю на своем субъективном опыте, поэтому все может быть иначе. Пишите в комментах, что вы думаете об этом. Ну а в целом, мне сегодня вам больше нечего рассказать. Любите маму, уважайте папу, не сидите долго перед экраном, гасите компьютер и чувствуйте себя восхитительно. Удачки! Субтитры сделал DimaTorzok